Ребят, у нас на видео, как вы видите, Audi A6. Я посмотрел, и здесь действительно Audi A6 с мотором 4.2. Как я понимаю, это её максимальная версия, ну, имеется в виду, то есть, как бы, с которой она продавалась именно по обычным наименованию A6, то есть, соответственно, не в S6, не в RS6, а именно в A6, этот, наверное, в этом кузове это был максимальный для неё объём 4.2. Представьте просто такой автомобиль, то есть, прям реально 4.2, мотор. Я не знаю про этот мотор абсолютно ничего. У меня была моделька A6 вот именно в таком же, ну, в таком же кузове, и, по-моему, насколько я помню, с таким же мотором, насколько я помню. И, если честно, я не знаю, где эта моделька, по-моему, она всё-таки должна быть у меня дома. Она посмотреть будет, или её всё-таки могли выкинуть. Хотя, вряд ли она вроде как в нормальном состоянии была. Хотя её всё-таки могли выкинуть, насколько я помню. Но моделька реально в нормальном таком масштабе. Там открывался багажник, открывался капот, открывались передние двери. И там прям, я говорю, были шильдики. По-моему, там тоже и был мотор вот этот 4.2, насколько я помню. Вот. Прикольная моделька, мне она нравилась. Вот. И надо будет посмотреть, конечно, если она у меня на данный момент. Потому что, прям, диски там были более, конечно, интересные, нежели чем вот эти вот... Оригинальные диски, разумеется, но не такие. И плюс там ещё подвеска была, как бы такая, более-менее она вроде как отрабатывала. Блин, у меня же там ещё и BMW 7-ка в 66-м кузове, получается. Блин, там же вообще она же в здоровенном масштабе и с подвеской, с капотом, с багажником. Надо их посмотреть на самом деле, потому что автомобили на данный момент, ну, эти автомобили уже становятся реально такой прям редкостью, да. То есть это на тот момент, когда я покупал эти модельки, да, машины эти были как бы новыми, да. То есть у меня, у меня, кстати, ребята, если что, есть модель ЦЛС-а 63-го до Реста, получается, сейчас. Вот, то есть как бы сейчас уже пошёл 200, получается, 18-й кузов, нет, подождите, сейчас уже 219-й, да. А у меня именно модель 218-го до Реста, 63-го, ребят. И это, как бы, я считаю, очень редкая моделька, ну, на данный момент. И она именно, как бы, ну, ребят, если что, конечно же, в новом, в новом экземпляре у меня лежит, я её даже не открывал, ребят. То есть в этом плане прям, ну, прям есть прикол, реально, да. То есть, блин, надо будет посмотреть, надо будет посмотреть, как приедут, что-нибудь там интересно посмотреть. Вот, так, соответственно, сейчас мы, ребят, взяли Golf, GTI. Не знаю, там, полный привод, задний привод, фиг его знает, ребят. Я, если честно, в этом плане не могу вам ничего сказать, но какой-то здесь привод однозначно имеется. По Golf, вот эти все моменты, там, с какими-то тоже, там, ваг, не ваг, вот это. Ну, мне вот, опять же, как я вам и говорил в одном из предыдущих роликов, что по Audi я особо ничего не знаю, так же, как и по Volkswagen, мне никогда эти автомобили особо не нравились, хоть и был у меня в реальной жизни, там, Volkswagen Polo, да. Но, опять же, Polo, это не Volkswagen, это все-таки, ну, тот Polo, который поставляется на наш российский рынок, это далеко не тот Polo, который ездит в Европе. Я думаю, ребят, вы это прекрасно понимаете. И я, ну, как бы, то есть, по факту мы ездили, условно говоря, там, ну, на русифицированной версии Polo, и он так назывался, но по факту там мало что было от Volkswagen. Да, там, безусловно, есть какие-то фишечки Volkswagen, да, то есть, безусловно, но каких-то супер прям фишек все-таки, к сожалению, нет. Это не тот, опять же, Volkswagen. Так, нет, я не хочу никому какой-то с Galarda гоняться, хотя, опять же, я думаю, этот Volkswagen очень может даже, в принципе, сопоставить конкуренцию Galarda где-нибудь в городских моментах, хотя, опять же, передний привод, либо даже полный, то есть, ну, это не супер какая-то рулежка, да, как вы понимаете, но... Машина все равно тоже интересная для города. Вот я, если честно, ребят, ездил на Kia Soul, да, то есть двухлитровый на 150 лошадей. Понимаете, как он выглядит? Ну, последний Kia Soul, последний рест прям, ну, вот. И в городе на нем наваливает прям реально одно удовольствие. Хотя, есть у нас, ребят, версия с 1.6 турбированным мотором на 200 лошадей. Мне кажется, что там прям намного будет еще поинтереснее. Это, конечно, тоже все равно не претендует на какой-то хот-хэтч, но все равно, мне кажется, интересно и прикольно. Ладно, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok